Ударные, а значит эталонные подразделения выбрали в 20-й армии. Подобный конкурс в Западном военном округе проводился впервые. На полигоне Погонова за звание армейской элиты буквально сражались танковые и мотострелковые подразделения. Всего командам предстояло пройти семь этапов, в том числе устроить танковый пит-стоп и, конечно, атаковать мнимого врага. Как это делают самые подготовленные армейские кадры, увидела Евгения Соседка. Свою ударность они нагляднее всего показывают мишеням, но делать это экипажи вовсе не торопятся, хотя на зарядку БТРов у них 5 минут. В арсенале вот такая весомая лента для пушки. Три десятка снарядов загружают чувством и расстановкой. Главное всё сделать правильно, чтобы машина была исправна, а по времени мы укладываемся нормально. Правильное положение снарядов относительно пушки. В сторону поля, допустим, пулей снарядом идёт туда, в поле. Против такой элиты 20-й армии вражеские БМП почти в паре километров на горизонте. Втрое ближе гранатомёты и безоткатные орудия, сплошь фанерные. Проверив фиксаторы в пушках, экипажи взводят их в боевое положение и открывают огонь. Работают так, что только гильзы летят. Танковые гонки тут устраивают механики. Экипаж машины боевой должен быть взаимозаменяем. Мастерам это здесь высшая водительская категория на трёхкилометровую трассу хватает и пяти минут. Стартуют с интервалом в два препятствия. Впереди ров, колейный мост, минно-взрывные заграждения и специально вырытые ямы имитируют тут поле боя. Как это преодолевают, не разглядеть. Танки исчезают в пыльной завесе. Манёвры у каждого препятствия фиксирует учётчик. А так выглядит пит-стоп для танка. Уровень масла и топлива экипаж проверяет быстро и без лишних слов. Защитить боевую машину, а точнее её двигатель. От атак в небесной канцелярии они тоже готовы. Такой гигантский дождевик разворачивают на отлично, чуть больше, чем за три минуты. И, кстати, эта одежда у танка в комплекте. Свою ударность подразделение подтвердили в полной мере. Судей впечатлила как раз огневая подготовка. Самый лучший результат – это у нас в стрельбе из вооружения танка. Здесь наводчики показали очень хорошие результаты. Были попадания и тремя снарядами в цель. Они готовятся также по той же программе. Только здесь всё на личном энтузиазме самих военнослужащих, которые стремятся быть лучшими. Лучших по сумме баллов мотострелков и танкистов награждают. Кстати, за этот энтузиазм контрактникам, возможно, станут и доплачивать. Идея ввести таким армейским ударникам специальную надбавку сейчас обсуждается. Евгения Соседко, Виктор Щеков, Евгений Половодов. Вести Воронеж.